Песня называется «Старая песня о главном». Вы знаете, очень долго думал, как представляться, потому что кто-то знает, кто-то не знает. И говорит, что тысячу тренингов провел, наверное, все так говорят, да? Никто не считал. Поэтому я решил немножко регалий тут привести. Лучший спикер, автор года, почетный член Ассоциации бизнес-тренеров. Благодарность ТПП, член управления Ассоциации рынка ритейла и член жюри всего, чего можно. С ритейлом тоже все журим, да? Журим. Ну вот, две тут разыгрываются, третья уже на бумаге кончилась. И четвертую, пятую я надеюсь в этом году написать. Кстати, если кто амбициозный, хочет быть партнером проектов, то приглашаю. Одна будет называться категорийный менеджмент, повышение квалификации. То есть это уже описание тех кейсов, тех проектов, которые я за 4 года провел в сетях. И менеджер по работе с сетями, повышением квалификации. Но это просто другой уровень уже будет. Потому что старая книга была в 2017 году выпущена. Все, перехожу к существу. Ну это вот так получилось, что корпоративное обучение для сетей. Вот этих для поставщиков, вон тех. Хорошо, о чем будем говорить? Ну первое, я так понимаю, что здесь у нас и сети, и поставщики собрались. Такой вот всегда очень момент интересный. Я сейчас спрошу сети, руку поднимет треть зала. Поставщики треть зала. Возникает вопрос, кто остальные? Поэтому я не буду ставить себя в неудобное положение. И буду рассказывать для всех. Далее. Анализ конкурентной среды обязательно. Потому что, знаете, я в 22-м году, в начале 23-го веселился, когда все поставщики в один голос говорят, вот этот производитель ушел с рынка. И все ломятся на эти ячейки, на полке, как будто больше никто это не заметил. Соответственно, да, вы классно придумали, что занять нишу. Но, к сожалению, одновременно с вами это придумало еще человек 100. Поэтому конкурентная среда это обязательно нужно для анализа. Дальше уже непосредственно, как анализировать, как анализировать полку, как анализировать себя. Потому что, ну вот, на переговорных тренингах я все время говорю, что решение о сотрудничестве принимается на основе анализа трех компонентов. То есть, в первую очередь, анализируется сам поставщик. То есть, насколько он выглядит адекватно, насколько он говорит адекватно, насколько он ведет себя адекватно. То есть, очень часто бывают ситуации, ну, знаете, что любая сеть может обойтись без любого поставщика и наоборот, любой поставщик может обойтись без любой сети. Соответственно, если первое впечатление отрицательное, здесь идея, как мне быстрее прогнать этого токсичного человека. Вторая составляющая – это то, что вы из себя представляете как фирма, как производитель. Потому что, если вы даже отличный переговорщик и наобещали золотые горы, вас спрашивают, а завод у вас есть? Нет? Мы дома делаем. А склад у вас есть? А зачем склад, если мы дома делаем? У нас складовка большая условно. И возникают нюансы. Поэтому однозначно нужно оценивать конкурентов, нужно оценивать себя, нужно балансировать свой ассортимент и делать комплексные предложения. Ну, аудит сети. На что обратить внимание? Прекрасно понимаем, что когда, кстати, у меня будет скоро тренинг, но не скоро, на августе я запланировал курс «Переговоры с закупчиком о цене». То есть сейчас у меня идет полный курс переговоров, а переговоры с закупчиком о цене, мы вот, допустим, вы предлагаете ввести товар, и вы думаете, что вы разговариваете о цене товара. На самом деле вы одновременно ведете три вида переговоров. Первое. О непосредственной цене поставки. То есть как ваше предложение ценовое по цене входа будет сочетаться с предложением других производителей на аналогичные товары. Это вот то, что на поверхности. Второе, что неочевидно, это то, как закупчик будет сравнивать ту цену, которую вы ему предложили, с теми ценами, теми условиями, которые вы предложили в другие сети. Тоже верно, да? И вы должны убедить, что вот такая модель должна быть ценовая. И третье. Вы должны понять, какая будет наценка на ваш товар. Потому что на KVI товары маленькая наценка, на товары основного ассортимента плюс-минус стандартная. А если он неожиданно решит, что у вас уникальный товар, нишевой товар, и на нем надо добирать маржу, то тут бац, и прилетело 100% наценки. А вы так не хотели. Поэтому вот это тоже один из аспектов переговоров. Переговоры о цене – это самое интересное. Потом мониторинг. Возникает вопрос, как правильно вести мониторинг. То есть, ну, во-первых, мониторинг надо вести в тех магазинах, которые вы считаете конкурентами тому формату, который вы предлагаете. Второе – мониторинг в самом магазине, то есть выстраивание товаров аналогичных ваших и поиск ниш. И второе – обязательно надо посмотреть, а как эти товары, с которыми вы хотите конкурировать, нацениваются в этой сети и нацениваются в других сетях. То есть, если вся категория стоит с индексом ценовым 0,9, допустим, вы понимаете, что категория целевая, что с помощью нее сеть привлекает покупателей и, скорее всего, на ваш товар тоже будет не очень высокая наценка, он будет стоять ниже рынка. И тут отвечаете себе на вопрос, а не сломает ли он мне рынок. Правильно? Потому что, ну, любимая тема у закупщиков – это, а почему там цена ниже на полке? Дурацкий ответ, что у них наценка ниже. Почему-то не проходит. Хорошо, движемся дальше. Далее. Я хочу для того, чтобы, в общем-то, мы говорили на одном языке, ввести два новых понятия. Ну, знаете, я периодически придумываю понятия, насаждаю их в ритейл-среду, во всех своих проектах я об этом говорю. Есть понятие ABC-анализ. Что такое ABC-анализ? Это берется один показатель, все позиции выстраиваются по возрастанию или по уменьшению показателя и говорится, что вот этот товар лучше, потому что у него больше продажи. Понимаем, что это продажи в определенный период на одну единицу, на одной СКЮ. Если мы начинаем уходить на уровень категории, этот показатель не работает, потому что в категориях не одинаковое количество товаров. Если вы начинаете делать ABC-анализ по категориям, в одной категории 1000 номинований, СКЮ в другой 500, в третий 100. Понятно, что с большой вероятностью 100 будет продаваться меньше. Соответственно, здесь я ввожу показатель эффективности. Эффективность – это отношение доли в продажах или в том показателе, который мы исследуем, к доле в ассортименте. То есть, условно, в среднем получается единица. Если эффективность ниже единицы, мы говорим, что товар неэффективен, не товар, под категория, категория, что угодно. Неэффективно. Если выше, то эффективно. Ну вот формула, скажем так, и пример. То есть, что мы здесь видим? Что черный чай продается на 182, условно, миллиона, количество 51 СКЮ, то есть, доля в товарообороте 45, а доля в ассортименте 47. Так себе. Зеленый – 31 СКЮ, доля в товарообороте 24, доля в ассортименте 29. Это какой-то аналог отдачи от квадратного метра полки, от погонного метра, но это прозрачно, потому что мониторинг торговой площади – это такая нудная задача, а здесь вот ваша аналитическая система. И мы видим, что вот здесь ассортимент перегружен, здесь ассортимент можно расширить. Очень простой индикатор, рекомендую использовать. Далее. Далее уровень управляемости. Когда вот человека спрашивают, чем ты управляешь, я управляю, допустим, категорией алкоголя. Классно. Алкоголя может быть и 2000 СКЮ в магазине. То есть всем алкоголем управлять нельзя. То есть мы начинаем спускаться и говорим, что я управляю алкоголем, но я делю его на категории такие и такие-то. И вот мы зашли в вино и смотрим, а у нас красного вина все равно 300 СКЮ. Можно этим будут управлять. Наверное, не очень эффективно. Я из своего опыта могу сказать, что эффективно управлять можно от 30 до 100 СКЮ. Если мы, допустим, выстраиваем категорию французского вина, то мы берем и вот там уже дополнительные показатели. На этом уровне можно чем-то управлять. Потому что если более 100, то трудно найти общие признаки для того, чтобы систематизировать это все. Все равно придется спускаться ниже. Если, допустим, у вас 5 СКЮ в категории осталось, то чем там управлять? То есть 5 СКЮ разделить по ценовым сегментам это уже задача такая нетривиальная. Допустим, у нас правило 33, 33, 33, а их 5, а не 6. Что делать? Соответственно, вот уровень управляемости это то, на каком уровне с одной стороны сеть управляет, я сетям это активно рассказываю, с другой стороны вы должны проводить мониторинг. То есть, когда вы с тремя СКЮ или с пятью или с десятью СКЮ хотите зайти в сеть, понятно, что вы не сможете как-то повлиять на любой показатель выборки, в которой тысячи номинований товара. Вам нужно найти свою нишу на полке и попытаться произвести там фурор. Поэтому находим уровень управляемости. Теперь алгоритм исследования категории. То есть, вы решили, что вам надо зайти в сеть, соответственно, многие говорят, я приеду и на уровне общей эрудиции расскажу, что у вас вырастет товарооборот, у вас вырастет трафик, у вас вырастет доход, потому что наш товар чемпион мира, у него лучшее соотношение цена-качество, но все, что я рассказал, это не точно. Соответственно, для того, чтобы это сказать, надо хотя бы провести мониторинг сети. Алгоритм. Первое. Выбираем формат для аудита. То есть, у любой сети есть множество форматов. Вам для аудита я вот рекомендую, ну, есть такое понятие тестовый период, соответственно, для того, чтобы успешно пройти тестовый период, нужно создать для себя тепличные условия, потому что, если условие будет выбирать для вас закупщик, он может выбрать все, что угодно. Соответственно, я рекомендую формат, в котором вы будете наиболее эффективно продаваться, который наиболее совпадает с вашей целевой аудиторией, и ту территорию, где вы на сегодня наиболее узнаваемы, наиболее представлены. То есть, никто не мешает подмухлевать немножко с условиями ассортимента, начать продаваться там, где вы уже продаетесь. Прошли тестовый период, там уже разрабатывайте стратегию, скажем так, развития продаж по территории. Соответственно, выбираем формат для аудита. Второе. Определяем уровень управляемости. То есть, ну, давайте мне какой-нибудь пример, кто с чем будет в сеть заходить? Сыр, да? Сыр какой? Пармезан. Ну, это условно там твердые сыры, да? Вот. То есть, теперь смотрите, какая тонкость. Если вы пойдете в супермаркет, то там твердых сыров может быть 50 штук. И в супермаркет вы заходите в категорию твердые сыры. Если вы идете в магазины формата у дома, там всего 30-40. То есть, вы уже идете в премиальный сегмент категории сыры. Чувствуете? Совершенно разный уровень управляемости. Нет, уровень управляемости одинаковое количество, но он называется совершенно по-разному. Потому что, если вы будете говорить, что в магазине у дома нужно развивать категорию премиальных сыров, вам скажут извините и расскажут очень интересную историю про покупателей. Если же вы скажете, что на сегодня в ваш магазин иногда заходят люди с высоким доходом и даже при разовых покупках они будут с удовольствием это покупать, то это может прокатить, скажем так. Кстати, знаете, вот такая есть штука имиджевые товары. Слышали, да? Вот имиджевые товары на самом деле вот понятно, что это самый дорогой товар, который может не продаваться, но реально этот товар преследует три цели. То есть условно в магазине у дома пармезан может быть имиджевым товаром в категории сыры и он преследует три цели. Первая цель это что человек пришел и сказал ничего себе у них тут даже пармезан есть. Значит, сырами занимается эксперт, можно ему доверять, возьму свой любимый сыр, но с чувством доверия. Второй вариант пришел любитель пармезана, взял и купил. Третий вариант пришел человек с желанием купить самый дорогой сыр. У вас до этого самый дорогой там стоил сколько там, сколько ваш пармезан стоит? Вот. То есть ваш стоит семь с половиной тысяч, у них был самый дорогой четыре тысячи. И когда он пришел с таким желанием куплю самый дорогой сыр, до этого он видел за четыре, не за четыре же, и брал за три с половиной. Тут он пришел, увидел ваш за семь с половиной, сказал не-не-не-не-не-не, и схватил с чувством исполненного долга за четыре. То есть реально имиджи товара, я вам сейчас сценарий продажи дал, решает такие-то задачи. Но уровень управляемости разный в разных магазинах. Далее. Определяем признаки для классификации. То есть если это будут твердые, сырые, мы их делим там уже по товароведческим какие-то тонким признакам. Если это сыры в маленьком магазине, то, соответственно, вплоть до плавленных. Далее. Выделяем основную линейку. Что такое основная линейка? То есть даже если мы берем сыры в магазине у дома, хорошо продается только один вид сыров. Лучше всего. Остальные и ассортимент поменьше и так далее. Вот основная линейка это то, что, в общем-то, надо в первую очередь анализировать. В чем тонкость основной линейки? Допустим, какие сыры больше всего дома продаются. Ну, скорее всего, какие-то полутвердые, да, там условно. Все. Мы посмотрели эту линейку и мы говорим, что в ней представлены вот такие бренды. То есть мы берем популярную фасовку, берем самый популярный вид и распределяем по возрастанию цены. И по вот этой линейке мы определяем в основной линейке какие товары и определяем ценовой диапазон. Почему это, допустим, может и работать в молоке, в сырах и так далее. Потому что бывает вертикально. Если производитель или в колбасах, допустим, представлен в одном виде, то он может быть представлен и в других подвидах. То есть у него вертикальная линейка. И если эта вертикальная линейка в основной линейке представлена, допустим, в низком ценовом сегменте, то, скорее всего, она будет в низком ценовом сегменте и в других подкатегориях. Я сейчас примеры покажу. Соответственно, выделили основную линейку, посчитали ценовой диапазон, оценили остальные линейки, что еще представлено в магазине и получили полную картину. То есть вы получили структуру. Я сейчас покажу. Это мой инструмент любимый на сегодня. Это шахматка. Получили структуру категории и вы понимаете, какие бренды представлены наиболее широко, какие свойства товара наиболее широко представлены в сети и понимаете, что, скорее всего, основные линейки это основной объем продаж, а остальное нишевые какие-то товары. И понимаете, что уговорить, расширить нишевую линейку значительно сложнее, чем, допустим, подвинуть кого-то в основной. Переходим дальше. Немножко о ролях категорий. То есть лучше всего, конечно, идти в целевую категорию. Целевая категория это категория, с помощью которой сеть создает трафик. Здесь про рекламу, здесь про привлекательность, здесь про узнаваемость и так далее. Здесь всего можно говорить. Здесь даже про ниши может быть что-то, то есть заполнение каких-то ниш. Здесь сеть создает свой имидж. У нее ценовой индекс низкий и так далее. Основная категория это категория, у которой большие объемы, большая частота потребления, жесткие требования. Здесь сеть зарабатывает. Вот именно в основной категории к вам чаще всего возникает вопрос дай, 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 потому что у закупщика уже есть товары, которые он продает и он оптимизирует условия, на которых их покупает. Но еще раз скажу, обратите внимание, что помимо дай скидку, дай большую наценку, может быть, дай эффективную логистику, дай снижение потерь. Потому что основная категория это про деньги. Категория удобства. Все знают, что такое категория удобная. Кто мне может объяснить, что такое удобная категория? Здесь написано, но здесь написано не все. Кто здесь? Да? Вот. Нет, колбаса нарезка это одна из фасов основных товаров. То есть это товар основного употребления, просто более удобная упаковка. Удобство на самом деле бывает трех видов. Первое удобство это, допустим, если у вас магазин специализируется на мясе, то, допустим, пакеты для запекания это удобство в данном случае. Это удобство потребления основных товаров. То есть специи, допустим, я вот их отношу к удобству. Потому что есть продукты, есть специи, с которыми вкуснее есть. Далее удобство бытовое есть. Почему у нас во всех магазинах есть бытовая химия, есть пакеты для мусора, туалетная бумага, салфетки. Потому что люди живут дома, у них возникают бытовые потребности и так далее. Ну и третье под категорию удобства это импульс, когда удобно себя побаловать. То есть удобство делится на три группы. И если вы не понимаете, понимаете, точнее, что вот тот товар, который вы хотите продавать, не относится ни к удобству потребления основных товаров, ни к удобству жизни, ни к импульсу, то, скорее всего, ваш товар попадает в специальную категорию. Специальная категория. Это категория, которая или очень важна, но для маленькой группы покупателей, или важна для всех, но в очень маленьком количестве ситуаций. Допустим, национальная какая-нибудь еда. Она в Москве важна для какой-то национальной группы. И тут вопрос, насколько широко эта группа представлена именно в районе локации магазина. Или одно время были там товары для диабетиков, товары для ЗОЖ. И здесь уже магазин принимает решение, как работать с этой категорией. То есть, если есть специальная группа, у нее есть потребность, магазин может использовать одну из трех стратегий. Или он говорит, мне эта группа не важна, я для нее товары ставить не буду. И в магазине нет товаров для диабетиков. Здесь, если вы, упаси господи, попали в эту категорию и хотите работать с этим магазином, вы должны убедить, что заболеваемость с диабетом растет условно и обязательно надо поставить эти товары в вашем магазине. Иначе покупатель уходит. Второй сценарий. Он говорит, хорошо, есть диабетики, я считаю, что мы должны что-то сделать для диабетиков, но огромный выбор я им предоставлять не буду. Я просто дам им одно-два СКЮ, чтобы они просто не ушли. Пусть докупаются у нас, а основные покупки делают в другом месте, потому что мы считаем эту группу небольшой. Соответственно, здесь вводится два СКЮ, и здесь будет специальное удобное. Третье, вы его убедили, менеджер магазина, он говорит, да, я хочу, чтобы все диабетики в районе закупались у меня. И он выставляет шкаф диабетической продукции, и в этом случае у вас возникает специальная целевая группа. То есть он начинает привлекать людей, и в этом случае, смотрите, надо его главное убедить, что сразу экономики не будет. Потому что группа маленькая, ассортимент большой, эффективность будет низкая на первом этапе. То есть после того, как вы определили уровень управляемости, вы пришли в магазин, посмотрели, как представлена категория, и понимаете, какая это категория, ваша, куда вы хотите зайти. В зависимости от того, какая категория, к ней предъявляются цели. Еще раз скажу, для целевой на первом месте трафик, для основной, на первом месте товарооборот, и доход, и минимум потерь. Для удобства, ну здесь надо смотреть, в зависимости от того, как магазин это расценивает, в принципе здесь должен быть доход и достаточная эффективность. То есть здесь категорийщик не очень любит раздувать эти категории, потому что если два вида, ну три вида мусорных пакетов в разной величине, в принципе удовлетворяют потребность и не очень хорошо продается, то раздувать здесь не надо. Если они продаются хорошо, то можно вводить более дорогие. Но это я для категорийных больше рассказываю. Далее, теперь роли товаров. Смотрите, на самом деле в достаточно широкой категории на полке представлены основные бренды, какие-то новинки, STM, собственный импорт и остальное все непонятно зачем. Ну согласитесь, иногда смотришь, я вот даже в понедельник проводил тренинг для закупщиков по переговорам и говорю, есть группа товаров, которые можно назвать одним словом, я тебя что еще не вывел? То есть, как оно попало на полку, что оно там делает, совершенно не очевидно. И вот эта вот правая половина, это реально 50% продаж. Как здесь формируется ассортимент? Допустим, есть какие-то товары, лидеры рынка. Ну условно у поставщика, который производит там 200 СКЮ, 5 СКЮ являются лидерами рынка своей категории. Звонит закупщик и говорит, дай мне 5 СКЮ со скидкой. Ему отвечают, 5 СКЮ я тебе дам только с наценкой, потому что это лидеры рынка, за ними стоит очередь. И дальше начинается торг. Все-таки, как получить скидку и сколько СКЮ для этого надо взять. Из-за этого на полке получаются вот эти вот непонятные товары, которые я называю генераторами бонуса. То есть в большом контракте всегда есть то, что крупный производитель навязал сети. Это входит в крупный контракт. И реально за эти товары идет непропорциональное бонусирование. Условно, поставщик мог бы дать 1-2% бонуса от оборота 10 миллионов и так. Но ему нужно поставить товары. То есть от 10 миллионов 2% это получается у нас 200 тысяч. Соответственно, он бы мог дать их и так. Но он говорит, а вот если ты возьмешь вот эти вот 4 СКЮ, я тебе дам 2% скидки. В результате эти 4 СКЮ продаются в год на 100 тысяч, а за них дан бонус 200 тысяч. Экономики здесь нет. И поэтому, когда вы хотите что-то отщепнуть от большого контракта, типа вот у тебя плохо продается товар, давай я встану вместо него. Вы говорите, и тогда я буду продаваться на 150. А закупщик на вас смотрит внимательно, и говорит, ага, будешь продаваться на 150. А меня лишат бонуса на 200. То есть вот это очень плохая ситуация, когда реально нет экономики. То есть, когда это большой контракт, и это не про экономику. Но ситуация не безвыходная. В этой ситуации вступает тема против кого дружим. Да, мы понимаем, что ты вывести не можешь. Но, если ты на следующий год покажешь, что вот те товары, которые навязал, продаются на 100 тысяч, а вот наш товар на 200, можно будет сказать поставщику на следующий год, давай увеличивай нам бонус, потому что мы теряем подажи. Ну, одна из стратегий. Кстати, достаточно рабочая. Далее вот эти генераторы бонуса и ну вот то, что берется для заполнения места на полке. То есть, поэкспериментировать, занять нишу и так далее. Если вы попадаете в эту категорию, то вы в первую очередь должны понять, как закупщик для себя формирует потребность в этом товаре, для какой цели он его взял. Возможно, цели, как я уже сказал, удобства, закрытия потребностей специальной групп или, допустим, товары для праздника для специальных ситуаций или же это добор маржи. Если это добор маржи, то не надо говорить, что в среднем наценка в этой категории 40%, и вот давай на меня наценивай тоже 40%. Скорее всего, если это нишевые товары, то на них наценка не 40%, а значительно больше. Иначе бы закупщик их не взял. Еще раз скажу, это товары, которые трудно промониторить. Ну и вот роли товаров. Товары первой цены, знаете, да? Самые дешевые товары. И вот смотрите, какая штука. Если товар первой цены очень хорошо продается в сети, значит, это не товар первой цены, это товар низкого ценового сегмента, и низкий ценовой сегмент в сети не догружен. То есть, условно, для чего берется товар первой цены? Нормальные товары начинаются от 100 рублей, товар первой цены ставится за 70. Для чего? Для того, чтобы можно сказать, у нас есть товар за 70, покупатель пришел, посмотрел товар за 70, сказал, ну, нет, и купил за 100. Вот это правильный товар первой цены. Если вы поставили за 70 товар первой цены, и он начал продаваться, то есть, вы переоценили своего покупателя. Вы думали, он скажет, ну, нет, а он сказал, о-о-о-о-о. И значит, когда у вас стоит товар за 70, а потом за 100, то вы теряете продажи, не поставив товар за 80, за 90 и так далее. Уловили логику, да? То есть, это вот один из вариантов поиска ниши. Про имиджевые товары я рассказал, но KVI, знаете, с одной стороны, возможно, это будет продаваться, с другой стороны, упаси вас, господи, если у вас будет товар KVI, да? То есть, завести-то его легко, а вот потом обслуживать и зарабатывать на нем достаточно сложно. Ну, ассортиментные и нишевые. Ассортиментные – это плюс-минус узнаваемые, которые можно промониторить, и на них делается стандартная наценка. Нишевые – это те, которые промониторить нельзя, и на которые делается наценка повыше для того, чтобы, в общем-то, добрать маржу. Какая странная анимация. Теперь алгоритм исследования конкурентов. То есть, что мы делаем? Первое – мы выбираем конкурентов формата. Это исследование конкурентов сети. Мы должны понять, как сеть позиционирует этот формат на фоне конкурентов. То есть, понятно, что у каждого формата даже одной и той же сети будут разные конкуренты. Понимаете, да? Это может быть у федеральной сети как местные игроки, так даже и рынки, допустим, по каким-то категориям и так далее. Далее. Большинство важных категорий, а мы хотим попасть в важные категории, ассортимент выстраивается именно на основе конкурентного анализа. То есть, по определенной формуле, у меня в синей книге, там кто выиграет, почитайте, есть. Рассчитывается количество ассортимента на основе конкурентного анализа. То есть, мы должны быть лучше всех конкурентов, это если целевая, или же мы должны быть на уровне конкурентов. В этом случае, условно, если вам закупчик сказал, что это у меня целевая категория, а вы видите, что у него 50, отыскаю у конкурентов 70, вы можете продать идею расширения категории. Если же все хорошо, то, в общем-то, посмотрели количество, сравнили, и дальше начинается вопрос. Пересечение ассортимента, то есть, если ассортимент хорошо представлен во всех сетях, ваш ассортимент в том числе, вы понимаете, что это предмет мониторинга, но это большие продажи, потому что высокая узнаваемость и так далее. Если представлен только в одной сети, то вопрос почему. То есть, как сеть выбрал этот ассортимент, чем вы можете лучше, как вы можете занять нишу этого игрока, на котором, скорее всего, высокая наценка. Дальше сравнивать ценовые диапазоны. Условно, все сети продают сырые от 700 рублей, а эта сеть продает от 900, а у вас как раз по 700, правда, за 100 грамм, да? Это тонкости. И вы говорите, вот смотрите, вот так получается, что покупатель хорошо берет, вот мы вот здесь поставили и мы номер один, вы, наверное, давайте поэкспериментируем, видите нас для начала как товар первой цены, а потом вы выстрелите, потому что покупатель готов покупать ваш товар. Соответственно, сравниваем ценовые диапазоны для определения, вот, восприятия целевой аудитории сетью. И сравниваем цены на аналоги для того, чтобы понять индекс цен. То есть, где-то сеть ставит цены выше, где-то ставит нише. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы просчитать свое ценовое позиционирование и стать самым выгодным образом. Прекрасно понимаем, да, что если нас поставят по цене на одном уровне с топовым брендом, мы, скорее всего, продаваться не очень хорошо будем. Далее. Отношение к уникальным товарам, я уже сказал. Ну и роли категории. То есть, если в одной сети категория целевая они позиционируют, то есть, самый низкий индекс цен, самый широкий ассортимент, в другой она основная, тот целевой, там, где целевая, надо продавать расширение ассортимента, повышение трафика, основной, больший доход, меньшие потери. Договорились. Идем дальше. Ну вот пример. Это называется портрет категории. Я обычно на тренингах заставляю народу это делать. Что мы здесь видим? Мы видим, какое количество на уровне управляемости ассортимента. Второй очень важный момент. Как представлен этот товар. То есть, может быть, 5 СКЮ, но 15 фейсингов. То есть, занимает всю полку. Если же 5 СКЮ и 5 фейсингов, то понятно, что его завели, он стоит, но его особо не продвигает. Второй важный момент, это индекс цен. Что-то стоит ниже конкурентов, значит, сеть с помощью этого товара позиционируется. Что-то стоит выше конкурентов, значит, это какой-то товар, на котором сеть пытается заработать. Соответственно, проанализировали. Вот нижняя строчка. Это очень важный момент. Если вы видите в категории товары, которые вроде как представлены и вроде как неплохо, но выкладка меньше, чем ассортимент. То есть понятно, что за этим товаром не следят. Возможно, его или не довозят по вине поставщика, или сеть не доказывает, потому что она его пытается вывести. Плюс хаос в цене. И, скорее всего, это поставщик, с которым собираются расстаться. В этом случае, скажем так, у вас есть инсайт. Вы об этом догадались первой, проведя мониторинг. И вы уже предлагаете, понимая, что от этого товара отказываются по какой-то причине, вы уже придумываете для закупщика инструменты, которые решат два вопроса. Первое, дадут продажи больше, чем давал этот товар. Второе, возможно, ваш сценарий, это решение вопроса с остатками этого товара. Разрешенным законным способом. То есть, пришли и съели в магазине. Я вот завтра даю комментарии на телевидении про то, что собираются разрешить в магазине есть товары до покупки. О, будет классно. Будем бороться с этим. Далее. Ну, вот варианты шахматки. Видите, основная линейка. Это из одного из проектов майонезы. То есть, майонез в такой вот упаковке, вкусы, количество и распределение по брендам. И вот, когда вы сделали такую табличку, а сделать ее, как видите, не сложно. Я сейчас пытаюсь автоматизировать это все, но как-то мне, как это, не срочно и некогда. Поэтому, пока не успеваю сделать. Что мы видим? Ну, обычно, какие есть принципы распределения по ценовым сегментам? Для ценовых товарных категорий, где дорогие товары не покупают, формула 50, 35, 15, к ней у меня есть. Для брендовых, где сильный бренд сидит в среднем ценовом сегменте, 25, 50, 25, но с вариациями. Для ассортимента, где покупатель, ну, разные покупатели, но все хотят выбрать. 33, 33, 33, 33 условно. Здесь мы видим, что в низком ценовом сегменте 7, в среднем 9, в высоком 20. Какой вывод? Первый вывод, что напрашивается, если так хорошо продаются дорогие, то зачем так много дешевых? И второе, почему нет дороже? Согласны, да? То есть, как только вы на полке увидели неравномерность по ценовым сегментам, у вас возникают вопросы. Дорогой надо ввести. Вот если на полке действительно такое, то да, это ваш случай. Второй вариант. Что здесь? Ну, то есть, это то же самое. Видите, здесь эффективность брендов, то есть, как количество SKU соотносится с объемом продаж. Видим, что вот есть те, которые очень хорошо продаются. В низком ценовом сегменте, казалось бы, много покупателей, но продажи на SKU не очень высокие, эффективность продаж не очень высокая. Но я буду говорить, как это, как тины кандылаки, потому что у меня скоро поезд. Поэтому постараюсь вам все рассказать быстро и понятно. Далее. Какие еще есть точки роста? Разрыв ценового ряда. То есть, понимаем, что покупатель готов переключаться между с товарами, с определенным дискретом. Если мы, допустим, подсолнечное масло поставим все по 40, а потом по 140, а потом все по 160, и потом по 190 условно, то ему будет значительно труднее переключаться. Если мы поставим 140, 145, 150, 155, то мы распределим покупателей масло по 140, увеличивая в то же время свой чек, но и поскольку мы это делаем за счет наценки, то и прямой доход. Прямой доход. То есть, если вы увидели на полке, первое, везде шаг был 5, здесь шаг 10. Если вы убедите, что на вас надо сделать такую наценку, что ваша цена будет 100 условно, 6-107, то, возможно, это ниша, которую вы можете занять. И если преданно на вас будет еще хорошая наценка, то сценарий доказательства какой? Если вы поставите нас по 106, то люди будут переключаться условно со 101 на 106, принося вам больший доход, больше товарооборот, больше, всего больше, больше маржинальности. Здесь вот наоборот перегружено. Видите, здесь шел шаг 10, 10, 10, а тут соседние. Зачем это сделано? Почему здесь не сделать, допустим, 170? Ну, ваш товар, опять же, может решить эту проблему. То есть, если очень большой разрыв, то это плохо, если несколько перегружено, то можно подсказать, что вот здесь можно их развести, эти позиции. Далее. Но если у вас есть информация о наценке, то здесь надо смотреть. Но о наценке, как правило, нет информации, это слайд больше для категорийщиков. То есть, видим, что есть линейка, допустим, в основной линейке 22% наценка, здесь 41, 65 и 41. Понятно, что 65, это, возможно, мы сделали это от лукавого, потому что мы хотим зарабатывать, мы решили, что товар ни у кого нет, он не шивой. А вот почему у нас в основной линейке 22? Подтягиваем поставщика и спрашиваем, как так получилось, уважаемый. Если вы знаете, что у какого, допустим, другого поставщика он поставляет всю линейку, ваш конкурирует поставщик, цена закупки одинаковая на все вкусы, допустим, товара, а вы понимаете, что в сети этот товар стоит по разной розничной цене, то для вас это, скажем так, сигнал, с одной стороны, что возможно разная наценка, с другой стороны, что возможно этот поставщик ведет себя некрасиво, закупщик его скоро поймает и у него будет нервномерный ассортимент, смотри, табличку карты категории. То есть, вот эта, скажем так, шахматка, она позволяет, если ее заполнить, решить ряд вопросов при мониторинге, потому что на сегодня мы проходим, проводим мониторинг как? Был в магазине? Был. Сколько искаю? 200. Молодец. Правильно? Ну, был же. Далее. О чем лучше не говорить? То есть, ну, из моего опыта, любимая тема, у нас выше потенциал продаж, мы позволим вам заработать больше. Классная тема, но есть нюансы. Первое. Уровень продаж конкурента может быть достаточно высок, вы его просто не знаете. Второе. Уровень продаж конкурента может быть такой, что он небольшой, но устраивает. сеть. То есть, это или генератор бонуса, или нишевой товар, который просто должен быть, и закупчик готов мириться с его низкой маржинальностью. Ну, и вообще здесь не ждут высоких продаж. Соответственно, еще раз, перед тем, как говорить о высоком уровне продаж, надо пройти вот весь тот путь, что я говорил, и понять роль категории, то есть, нужен ли там высокий уровень продаж, или это удобство, где закрываются ниши. И второе, конкурентное окружение. То есть, если тот товар, на который вы пытаетесь заместить, является генератором бонуса, то хоть обговоритесь. Ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, и немножко про портфель. Вот как выглядит ассортиментный портфель глазами закупщика. Вот это вот, это, скажем так, деньги разного вида, которые поставщик предоставляет закупщику при начале контракта. Ну, понимаете, что это скидка, премия, стоимость отсрочки, стоимость логистики, стоимость дополнительного сервиса, возможно, какие-то разрешенные компенсации с точки зрения возврата и так далее. То есть, это все, что закупщик может получить от поставщика. И если поставщик приходит и говорит, Сергей, мы построили завод, смотри, какой замечательный товар. Закупщик говорит, тогда я хочу вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и это только первое желание. Ну, были такие ситуации, да? Если вы говорите, Сергей, мы знаем, что ни у кого больше нет мороженого, обещают плюс 45, Сергей говорит, когда можешь привезти? Он не говорит о скидке, не говорит ни о чем, он, вези. Это товар, который решает проблему. Есть еще товары, которые решают хотелки закупщика, и если вы в это попали, то это очень хорошо. Хотелки и спецзадачи, то есть, условно, вы увидели, что в вашей категории появился новый стеллаж, и закупщик судорожно ищет, чем его заполнить. У него есть задача, вы ее помогаете решить. В этом случае требования минимальны. Соответственно, при переговорах, проведя анализ, вы должны, будет хорошо, если вы покажете, что ваш товар решает задачу, а закупщик будет вам говорить, что у нас куча предложений, у нас стоит очередь. То есть, он вам будет пытаться показать, что ваш товар такой же, как все, и, соответственно, единственное его конкурентное преимущество, это скидка, бонусы и так далее. То есть, вот этот график очень многое объясняет. Соответственно, вам надо желать наоборот, говорить, да ты что, такого товара нет, у тебя проблемы. Если нет проблем, то будут, мы тебе сделаем и так далее. И доказывать, что ваш товар настолько хорош, что покупатель за ним будет ехать из другой страны и платить за него вы не должны. Далее. Бывает ситуация, когда вот, ну, допустим, не было подсолнечного масла, я там даже на ритейл.ру статью писал, что многие поставщики думали, что это момент, когда можно надругаться над закупщиком. Я даже проводил в одной сети проект, и у меня обязательный элемент это собеседование. И все закупщики, как закупщики, ну, в меру наглые, уверенные в себе люди. Одна, Сергей, мир больше никогда не будет таким, как был. Мир рухнул. Я подзываю директора, говорю, кто это? Это, говорит, Бакалея. Она две недели сахар ищет. Я говорю, поставьте ее на напитки на недельку, пусть вспомнят, что мир нормальный. Соответственно, если у вас даже есть локомотив, то это то, что закупщик возьмет. Вот помните, я говорю про генераторы бонуса. И для него вот это будет плюс-минус выгодно. Но при каком-то аудите ему скажут, а почему у тебя вот здесь такой уровень коммерческих условий, а в среднем вот такой. Он скажет, да-да-да, там были проблемы, я завел. И ему скажут, ну, давай выводи тогда, или условия улучшай. Поэтому, чтобы этого не было, я рекомендую как? Ну, понимаем уровень среднерыночных условий, то есть, как говорят, раньше было совсем давно отсрочка, сколько дней? Ну, кого-то 20, у кого-то 30, у кого-то 50, до первой редакции закона о торговле. Потом всех вызвали сказали, по закону написано 45, до 45, не волнует, 45. То есть, есть средние условия, и для того, чтобы эти условия были нормальные, за это вы могли бы не платить, но за вот такие товары вы переплатили. Поэтому создаете портфель, у которого получается среднерыночная цена. С одной стороны, вы решаете проблему закупщика, и он пойдет вам навстречу. С другой, вы напихали товары, которые при других условиях он бы взял очень дорого. Поэтому вот хороший график. Да. Спасибо. 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 Замечательно. Это называется тендер. Это зависит от роли поставщиков. Там будет еще несколько слайдов. Потому что, я думаю, если к ним придет, допустим, крупнейший производитель, там бытовой техники, он им просто скажет, да мне ваши хотелки, и так далее. Просто это создание комфортных условий. Если с вами не обязательно вести переговоры, вам объявляют тендер. Хотите с нами работать, присоединяйтесь. Это договор пока присоединения. Станете побольше, сможете, да, сможете начать какие-то условия. Для этого, в общем-то, считаете экономику, если пролазите, входите, а потом зарабатываете репутацию. Естественно. Да ладно, на следующий год можете уйти. Да. На следующий год, когда у вас появится репутация, вы сможете это обсуждать. Если вы все время будете поставщиком нишевым, скажем так, с маленьким объемом, ну, смотрите, закупщик тоже человек. У него есть лимит рабочего времени. И на кого он его будет тратить в первую очередь. Поэтому это жесткая техника переговоров. Называется дискредитация или приглашение к тендеру. То есть, им на данный момент, пока они вас не знают, и вы не лидер рынка, неинтересно, кто вы, им интересно, сможете ли вы предоставить товар на таких условиях. Вот. А вот когда вы предоставите, отработаете и заработаете репутацию, на следующий год вы сможете сказать, мы за год провели столько-то успешных акций, мы сейчас вот такой-то в категории, и давайте уже договариваться в человеческие. И позиция закупщиков в переговорах с вами будет слабее, потому что вас он сможет заменить на другой ноунейм, который неизвестно, выстрелит или нет. Поэтому, как это, репутацию надо зарабатывать. Далее. Немножко про форматы. То есть, очень хорошо, если вы понимаете, как сеть делит магазины по форматам. И формат, на самом деле, это совокупность, скажем так, внешних факторов, особенности магазина, особенности локации, уровня конкуренции и того, какой ассортимент, по каким правилам сеть там продает. Если вы это понимаете, вы можете делать точное предложение. Если нет, то, естественно, не можете. То есть, исходя из технологии формата, дизайн, оборудование и так далее. Ну, лучше всего, конечно, когда он закупщик сам говорит, какие форматы, потому что гадать тут достаточно сложно, потому что, ну, подход не единый, к сожалению, иногда бывает не очень все адекватно. Ну, и работа с форматами. Первое, надо понимать, что категорийщик, работая с форматом, он работает в рамках формата в сети, но матрицы у него свои. То есть, вам лучше всего делать нам предложение по магазинам, по которым вы понимаете, что ассортимент плюс-минус одинаковый. Здесь надо выявить магазины, в которых одинаковый ассортимент и понять, по какому принципу они объединены. В этом случае вы можете говорить уже про целевую аудиторию формата. То есть, условно, допустим, в категории 1, даже если в сети 3 формата, может быть, 6 подформатов, но для большого магазина используются первые 3, а для маленького магазина, допустим, последние 2. И, соответственно, матрица формата, вот допустим, для большого магазина будет 5, 4 и так далее. То есть, это будет вот такой набор. Вам нужно понять, какое количество, условно, из Каю используется в тех магазинах одного формата, условно, в которые вы хотите сделать предложение. Потому что закупщики очень любят, когда вы делаете точечное предложение. Как мои друзья, тренеры по продаже утюгов, говорят, очень любят люди, когда говорят о них. Вот закупщик не любит, когда говорят о нем, но любят, когда вы показываете, что понимаете, как он работает и даете ему решения, которые не надо адаптировать в его картину мира. Это очень классная история. Так, все, я успел. Соответственно, что тут у меня есть? У меня есть школа поставщиков, там куча всего. Это мои личные контакты. Это опять школа поставщика почему-то появилась. И буквально два слова про ближайшие тренинги. То есть 16-14 мая это был полный курс переговоров. 1 марта стартует менеджер по работе с сетями. Это 10-дневные онлайн-курсы. И переговоры с закупщиком на цене на августе я запланировал. Все это будет в презентации. Я замолкаю.